И доброго времени суток, дорогие друзья! Ну что, очередная серия про СХ. Здесь мы потрогаем черные купоны. Я немножко выскажусь по их поводу. Также мы апнем 83 левел. Ну и немножечко по рандомам, естественно. Все как вы любите. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте про ваши пальчики вверх, расчехляйте их. Также про подписывание на канал, помните. Про розыгрыши дополнительные на кодики в Телеграме тоже знаете. И про рефералочку, я надеюсь, знаете. Или вот сейчас узнаете. Она есть в описании. Переходя по ней, новые игроки, вернувшиеся, получат куб помощи партнера, который облегчит вашу прокачку. Работает эта ссылка с этим кубиком также и на новых серверах, которые не так давно открылись. Погнали смотреть. А у нас пришло время, выдали черные купоны, между прочим. Если на новых серверах проблем с ними не было, потому что нечего было восстанавливать, то на старых серверах, конечно, с этим некоторые проблемы появились, потому что у людей некоторые запечатанные вещи не восстанавливаются, некоторые вещи, которые точились массово, не восстанавливались и так далее. Я в том числе один из тех людей, у кого не восстановился предмет. Кольцо Баюму плюс третье запечатано. Написал в поддержку. Также в Телеге всем порекомендовал написать в поддержку. Ну, не знаю, что это такое. Что-то какая-то черная полоса в последнее время. Что-то куда не посмотришь, везде как-то вот ничего хорошего. И в любом моменте как-то происходит вот то, что происходит. Но я очень надеюсь, что это все исправится. Какая-то компенсация, возможно, приедет людям, которые сидят, ждут сейчас возможно восстановление. Насколько я знаю, с купонами Престижа была какая-то подобная вещь. Также что-то у людей не восстанавливалось. Я очень надеюсь, что у нас локализаторы разберется как можно быстрее со всем этим делом, чтобы люди вернули себе все свои вещи. Ну, а вам я рекомендую, если у вас все-таки такие проблемы есть, никого не слушайте, кто бы вам что-то не говорил, пишите в поддержку, создавайте тикеты. Если есть скрины, если есть видео, еще лучше все прикрепляйте, чтобы потом не было такого, ой, а я в дискорде услышал, а мне вот кто-то сказал, и я вот решил и не писать, потому что там много обращений. Неважно абсолютно, сколько там обращений, пишите тикеты и ждите. Лучше уж пусть будет так, чем потом, когда скажут, а вот надо было написать, а что ты не написал, ты ж не будешь говорить, что вот в дискорде мне кто-то там сказал. Поэтому пишите, не стесняйтесь, будут отвечать, будут разбираться. Но в любом случае 24 дня до исчезновения купонов. И я очень надеюсь, что у нас все вот это дело поправится и нам вернуть те вещи, которые были сломаны. Ну да ладно, это что касаемо грустных новостей. А теперь давайте перейдем к новым серверам. На новых серверах восстанавливать здесь абсолютно нечего, да, потому что купоны имеют период восстановления вплоть до 2 октября. Но вот прокрутить эти купоны в основном создании и получить за это порошок как бы можно. А потому что больше их тратить и некуда. Здесь как бы со 100% даже можно сказать шансом получаем купон создания самоцвета 20 штук и порошок эликсира 10 штук. Поэтому давайте, нет, не давайте, я смотрю, нет, не дадим. Тут я смотрю, не дает инвентарь это сделать. Ладно, давайте это чуть-чуть отлечемся, я покажу вам межсерверную торговлю. Выглядит она вот так. Тут подгончики, которые нам скидывали, мы вот уже много, большое количество попродавали. Монетки полутали и шлем, самое главное, который мне выпал, по-моему, с рандом крафта. Я его не стал пихать в коллекцию и просто от балды выставил на межсервер. Вот за 1000 монет улетел. Как я вам всегда и говорю, всегда выставляйте вещи на межсервер. Потому что неизвестно, может быть для вас это какой-то хлам и ненужная вещь. А кому-то эта тема пригодится и он может быть как раз таки ее ищет для того, чтобы заполнить коллекцию. Поэтому не пренебрегайте этими вещами, ставьте. А если еще и нет вещи на межсервере, то ставьте по какой-нибудь прям такой жирненькой, хорошенькой цене. Сейчас я тут все поуставляю, не знаю почему кольчужный символ у нас по такой цене. Типа 600 монет, даже ЛСа нет. Или я что-то не вижу, да вроде нет ЛСа. Ну короче, я не знаю, не шлавки продаются, ну может мало ли кто-то не знает. Кому-то сейчас наверное бизнес порушил, да. Ну а свой выставлю, пусть будет 222. Вот так вот поставлю и Дитунса еще одного выкинем. 240 аж продают, вообще прекрасно. Да, сейчас же у нас еще и в момент записи выходные, скорее всего люди пошли крабить Дитунса. Ну а теперь я думаю, что можем уже достать свой честно заработанный порошок. Хорошо хоть не нужна Адена. Поэтому забираем порошок и давайте сразу прокрутим. По-моему, а нет, я думал то, что я его не убрал куда-то в ВХ. Ну нет, я его убрал, но в любом случае здесь порошочка есть. Давайте, чтобы я отсюда сейчас не вылетал, по-быстренькому тыкнем. Попадем в 95, ну в 96 попали уже, теперь в 95 давайте попадем сразу по-быстренькому. И потом уже остальной порошок, как я только выйду от динозавров, остальной порошок я заберу. Там по-моему 7, а 9 штук там должно быть, или 7. Ну в общем, все что есть, мы еще попробуем с вами трайнуть, ну вдруг повезет. Хотя мало вероятно, но мало ли вдруг повезет. В общем, забрал я порошок, тот который не забрал в прошлый раз и давайте докрутим. 14 порошка, это значит, что у нас есть 2 трая на целый эликсир. Поехали делать первый трай, что бы не делать, дай его. Получаем обратно 7 порошка и последний трай, шанс 5%, минимальнейший шанс. Ха-ха-ха, есть, есть эликсир. Ух, красиво. Вот это хорошо, это мне нравится, это прям вот приятно. Слушайте, самое, наверное, в этой ситуации прискорбное, что на своем сильфе, на основе я сделал первый эликсир, я не помню, то ли спустя полгода, то ли год. Этому чару меньше 3 недель, на нем уже есть эликсир. Я думаю, что многие, кому дали 10 порошков в самом начале, этот эликсир получили сразу же. Ну, короче, интересно. В общем, в чем вообще смысл эликсира? Я думаю, что знающие игроки и как бы старожилые уже понимают прекрасно, новенькие, возможно, не знают, зачем это и что это такое. В общем, эликсир это просто плюс одна характеристика у вас в статах. То есть, вы нажимаете правой кнопочкой, он как бы изучается, и в статах вы дополнительно еще можете что-нибудь куда-нибудь закинуть. Например, я закидываю в интеллект. При смене класса, при сбрасывании вот этих характеристик, этот эликсир уже будет засчитываться вам как одна дополнительная характеристика. То есть, вы также сможете им воспользоваться, он при реролах и так далее. Никуда не уйдет, никуда от вас не убежит. Все, считайте, это клеймо на вашем чаре. Причем такое хорошее клеймо, не негативное. В общем, я искренне не знаю, как это работает. Как вы помните, не так давно я заполнял свою межсервенную торговлю. И вот продалось, а именно вот это, кольчужный символ. Помните, я сидел и говорил, что как вообще это может быть, что люди выставляют его за 500 монет, я его выставлю за 222. Ну, я не знаю, но кто-то купил. Ну, как бы точка стоит сколько цешная, да, и символ, который продается, в принципе, в лавке. Да, и ЛС здесь как такового, ну, по сути, ну, нет, наверное. Мне кажется, что даже для ПВП это такое относительно юзлис ЛС. Ну, может быть, я что-то в этом случае не знаю. Тогда напишите в комментариях, а то, может быть, действительно надо было ценник больше ставить. В любом случае, еще 200 монет прилетает. И здорово. Кстати, да, я думаю, пришло время меч стража тоже переставить. Как бы 3800 его поставил давным-давно. Сейчас он 600 монет, кстати. Если вдруг его купят за 600 монет, будет прям прекрасно. Но, я думаю, что время настало его переставить. Плюс еще вот рецептики можно поставить. Ну, конечно, да, теперь вот эти цены можно ставить. Несколько сразу штук. И там они будут по 10 монет выходить. Ну-ка, могу я поставить 10? Могу. А могу 6 поставить? Тоже могу. Вот давайте. А, ну, зарегистрировать не могу. Понимаю. Ладно, тогда пусть пока поваляется. Потому что за 20 его вряд ли кто-то купит. А вот за 6 поставить я не могу. Как вы видите, опять у нас продажи появились. Дитунса забрали за 240. Приятно, второго выставил, но не забрали. Ну и ладно. И плюс еще рунка выпала. Рунка выпала. Как вы видите, 698 руны у нас опять стоят. Как бы это здорово. Это прекрасно. Не демпим цены. Также выставляем за 698. По-моему, прекрасно. Жалко то, что эти руны не падают в больших количествах, как хотелось бы. Но пока как есть. Ну что ж, наконец-таки этот момент наступил. Да, открываем коробку достижений. Забираем сундук двухчасовой. Открываем шестичасовой. Не, ну, я думаю, вы же понимаете, да, что не об этом-то будет этот фрагмент. Нет, на самом деле я опнул 83 левел. Скорее всего, это даже в реалиях новых серверов это долго. Но что поделать. Качаемся, как качаемся. Тут у нас есть новые скиллы. Вот с БТМ. Тайная мощь. Ну, короче, вроде как все изучается. И на 84-м у нас уже будет тапаться пассивки. Помимо этого, задание еще можно забрать свиточков тут целую тонну, да, и вкинуть очко характеристик. Нет, в силу мы его не будем вкидывать. Это у меня, видимо, с коралла уже осталось, что я прям в силу все хочу закинуть. Ну, и в итоге у нас тайная мощь уже 18% дает магатаки. На 84-м будет аж 20% магатаки. Это на самом деле много. Ну, и продажи у нас здесь еще. Продажи также есть. Меч Стража. 600 монет его забрали все-таки. И посох демона. Он недавно у меня упал с рандом крафта. Думал то, что мусор. Но потом вспомнил то, что на новых серверах покупает абсолютно все. Выстрелы. Вот его купили, собственно говоря. Также дитунсы мне понападали тут немножечко, да, но они из-за того, что у нас сейчас не выходные стоят дешевле. Ну, попробуем по 100 продать. Продам хорошо, не продам. Ну, и ладно. Дождемся выходных, продадим именно выходные. По факту из такого более-менее интересного все. Стараюсь скупать также предметы на заточку по типу талика Фадена, по типу ДВ Сережек, колечек, да, и так далее. Как я и обещал, что надо будет их обязательно все сточить. Это мы обязательно сделаем. Но я думаю, что вот это не сейчас, а еще денечек я, наверное, подожду, чтобы было по 14. Это как раз неделя скупок. Ну, и один талик у меня вот выпал, видимо, в ДВ, когда я стоял. Также еще 245 ламп есть. Давайте прям сразу их прожмем, уже нечего тянуть. Бабах, 4 красные даже. И всего 6% на левлю. То есть вот эти все лампы нам дали, сколько получается? 4,5%, да, процента. Ну, хоть что-то, да, можно сказать. Ну, а так как вы видите, монетки растут, как бы все растет, покупать я ничего не вижу смысла. И когда мы уже будем заканчивать с этим персонажем, я расскажу, что мы будем делать с этими монетами. И вот такой вот получился ролик. Ну, я не сомневался, если честно, в эликсире. Я думаю, вы тоже не сомневались. Все как бы как обычно, все как всегда, ничего нового, ничего удивительного. Вообще все понятно и предельно ясно. Вроде добавить мне больше нечего. Все и так, все, что хотел, показал за последнее время. Все, что хотел, сказал. Надеюсь, вы не забыли про пальчик вверх. Не забыли про подписки на канал. Про вступление в телеграм и про эфиралочку с бонусами. В описании вы также помните. Она работает на новых серверах. Ну, а с вами был Душой Молодой. Всем хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного. Кто как пожелает. Удачи вам. И самое главное, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok